После того, как многие марки приостановили отгрузки своих машин российским дилерам, последняя надежда оставалась только на бренды из Поднебесной. В этом выпуске новостей с колес мы расскажем, что, а главное, по каким ценам сейчас реально купить из китайцев. Итак, бренд номер один по продажам — это Havail. Официально компания сообщает, что продолжает выполнять обязательства по производству и поставкам, а цены из-за высокой волатильности могут меняться даже ежедневно. Добавим, что завод Havail под Тулой один из немногих, кто сейчас продолжает сборку машин. Более того, по словам рабочих, конвейер движется круглосуточно, то есть в три смены. Правда, источники коммерсанта уверяют, что производитель тоже недополучает некоторые комплектующие, а потому третью смену придется упразднить. Текущих запасов запчастей на заводских складах хватит примерно на полтора месяца. За это время компания планирует отладить логистические цепочки. Совместное белорусско-китайское предприятие Belgi, где производятся кроссоверы G.Li, из-за нехватки компонентов объявило простой сроком до 1 апреля. При службе Belgi уверены, что приостановка производства не ударит по продажам, поскольку на дилерских площадках имеется достаточный запас автомобилей. Правда, покупатели заметили одну странность. Продавцы получают прайс-листы от представительства в юанях и пересчитывают их по актуальному курсу. В московском офисе G.Li также не захотели комментировать новые ценовые реалии. Надо заметить, что все китайские марки оперативно убрали цены со своих сайтов. Исключением также не стало Cherry. Но дилеры уверяют, что за последние пару недель кроссоверы этого бренда стали дороже примерно на 20%. Между тем, в представительстве Cherry хранят оптимизм. Запасы машин есть, логистические цепочки отлаживаются. Так что даже премьера нового X-Seed'а, младшей модели LX, должна состояться строго по графику. В этой ситуации также наверняка захотят проявить активность другие производители из Поднебесной. Например, Фау, Джак, Гак и Чанянь. Но надо понимать, что оперативно наладить поставки больших партий машин задача достаточно трудная. Как минимум потому, что Россия сейчас испытывает серьезные транспортные проблемы. Так крупные морские перевозчики отказываются брать грузы, конечным получателем которых значится российское юрлицо. Редактор субтитров А.Семкин